ВЕСТИ ДАГЕСТАН В праздник принято чествовать крепкие супружеские пары, награждать их медалями за верность, ставив пример молодым семьям. С Днем семьи дагестанцев поздравил глава республики Сергей Миликов. Этот летний праздник посвящен самым важным ценностям, которые на протяжении многовековой истории передаются из поколения в поколение и делают нашу страну сильной и сплоченной. Любовь к отчему дому и преданность Родине, ответственность за ее судьбу, забота о близких и почитание старших, взаимная поддержка и уважение к труду. Именно в крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа будущего России. Сегодня в республике, как и по всей стране, создана комплексная система поддержки материнства и детства. В год семьи важно оказать адресную помощь всем тем, кто в ней нуждается. Из более 400 тысяч дагестанских семей около 130 тысяч являются многодетными. Хотел бы выразить огромную признательность и восхищение родителям Казанбиевым из Каспийска, Нукаевым из Хасаюльтовского района, Султановым из Ахвакского района, воспитавшим 10 и более детей, а также семьям Юбилярам Айгуновым, Лакский район, Гусейновым, Южно-Сухокумск, Муталибовым, Буйнакск и другим, прожившим в согласии более полувека. Ваши крепкие, дружные семьи становятся важнейшим ориентиром для только начинающей своей совместной путь молодежи. Говорится о поздравлении главы региона. В день семьи, любви и верности Сергей Миликов провел встречу с родителями участников СВО, прожившим в браке более 25 лет. К примеру, главы региона последовали и в муниципалитетах. Встречи с замечательными дагестанскими семьями проходят сегодня во всех городах и районах Дагестана. На встречу с Сергеем Миликовым семь семейных пар из городов и районов, которые достойно воспитали детей. Им вручены благодарственные письма. Таким же жизненным ориентиром для троих детей Гусейхановых стали их родители. Папа Магомед – защитник Родины, мама Джанет – хранительница семейного очага. Вместе они 18 лет и все эти годы служат друг другу опорой, разделяя радости и трудности. А в семье, где царят уважение и любовь, преодолевать непростые времена гораздо легче. Семейные узы в сюжете Магомеда Баширова. Эмоции во время встречи с мужем в зоне СВО. Для Джанет это первая поездка к Магомеду. После того, как он уехал добровольцем, ответственность за семью легла на ее хрупкие плечи. Мы в браке 18 лет и за это время я поняла, что самое главное – это уважение к друг другу, понимание, чтобы так долго прожить и жить до старости лет. Пока отца нету, что старший сын должен помогать. Пока отца нету, чтобы он был рядом, когда мне какая-то помощь. Но он всегда рядом со мной, всегда помогал. И вот дети тоже маленькие. Они очень скучали по отцу, особенно мам, мелкие. Все время папа, папа, когда приедет, когда кто-то стучится, он всегда бегом бежит, это папа приехал. У семьи очень много общих фотографий. Где еще совсем юный жених с невестой, на свадебных снимках и уже с первенцем. И в военной форме, на месте службы Магомеда. Здесь они уже многодетные родители. Вот так, 18 лет, рука об руку. Должение родителей детей учить уважать старших, уважать традиции обычной Тагестана, России в том числе. Ценить, уважать друг друга, человеческое отношение. Это в первую очередь. Если нет воспитания, даже если человек знает, учится отлично, если у него нет воспитания, рано или поздно он ошибку допустит такое, что его знание и ничего не поможет, если нет воспитания. В альбоме Фатимы теперь есть рисунки папиного танка. Для нее глава семьи – защитник и пример для подражания. Есть среди работ девочки еще один рисунок – ко дню матери. Если папа – защитник, мама – хранительница домашнего уюта и тепла. – Хороший, добрый. Всегда в общем помогает. – А мама? – Мама тоже помогает. Посуду мою, полисошу, братику помогает. День семьи Магомед проводит дома. Он на больничном, поэтому в вынужденном отпуске. А это возможность побыть с родными, с теми, кто его любит и всегда ждет домой. Ну а через несколько лет к боевым наградам Магомеда Гусейханова может добавиться еще одна – медаль за любовь и верность. Именно такую награду могут получить супруги, прожившие вместе более 25 лет. В Дагестане, который славен своими многодетными и крепкими семьями, таких пар найдется немало. Так что День семьи, любви и верности прочно входит в праздничный календарь региона. История праздника и мнения горожан в материале наших корреспондентов Варвары Пешвановой и Алины Олегберовой. Однажды муромский князь Петр тяжело заболел проказой. Ни один лекарь не мог его исцелить. Тогда князь обратился к крестьянке Февронии, а та взамен исцеления потребовала от Петра жениться на ней. По легенде, князь и княгиня прожили долгую жизнь и умерли в один день. Именно это стало символом крепких семейных отношений. Во всех семьях на планете пусть все будет хорошо, чтобы смеялись дети, каждый успех нашел. В Дагестане этот праздник особенно важен. Регион всегда ославился большими и дружными семьями, где почитаются уважение к старшим и хранят многовековые традиции. Именно такие крепкие семьи передают из поколения в поколение духовно-нравственные ценности и обычаи наших предков. В преддверии празднования Дня Семьи Любви и Верности мы решили провести опрос и задать прохожим один вопрос. Что для них значит семья? Уважение. Для меня это уважать мужа, любить родственников, уважать родителей, почитать взрослых. Человек – это самое главное. Нужно опору и поддержку. И радость. Наша семья – это важнее всего. Взрослых надо беречь. И я, наверное, это самое ценное в жизни. То, вроде чужих человек, ни один человек не может заботиться без семьи. Совсем недавно праздник стал отмечаться официально. Это возможность провести время с семьей, признаваться в любви, просить прощения, делать добрые дела. Интересно, что именно в этот символический день многие влюбленные регистрируют брак. А супруги, прожившие вместе более 25 лет, могут получить медаль за любовь и верность. Дню семьи, любви и верности в Махачкале посвятили еженедельную утреннюю акцию – «Зарядка с чемпионом». Несмотря на раннее время, на площадке собралось более 100 участников, желающих начать свой день с разминки под руководством именитого спортсмена. Стоит отметить, что многие пришли вместе со своими семьями. Старт состоялся на кольце МЧС, а финишировали на смотровой площадке горы Таркитау. Здесь зарядку для всех провел мастер спорта Патхек Вандо Нурмагомед Камбулатов. От имени мэра Махачкалы Исупа Умавова собравшихся поприветствовал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации столицы Самир Габидов. Он поздравил собравшихся и отметил, что данное мероприятие проводится с целью объединения общества и укрепления семейных ценностей горожан. Специалисты филиала Дагаэнерго восстановили электроснабжение потребителей Хасавюртовского района по резервной схеме после технологического нарушения на подстанции Ярыксу. Параллельно организуется транспортировка трансформатора мощностью 25 мегавольт ампер из Махачкалы в Хасавюрт для замены поврежденного и возобновления нормальной схемы подачи электроэнергии потребителям. Из-за возможного перегруза оборудования, довода нового трансформатора в работу, возможно ограничение электроснабжения. В Государственном университете управления прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2024 года. Поздравила выпускников с этим событием депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий отметил правильную философию ВУЗа. Университет – это семья, ячейка общества, институт социализации нашей молодежи. Благодаря правильному подходу в наставничестве молодые люди добиваются еще больших результатов. Хамзаев пожелал молодежи найти себя в это непростое время, не переставать учиться, а главное – помнить свою альма-матер и при возможности возвращаться обратно и помогать своей семье. С сегодняшнего дня 70% значения трудоустроенности – это не по профессии в стране происходит, это неправильно. Поэтому важно, чтобы молодежь, получая знания, находила работу, ну и, конечно, вести как профессионал в разных направлениях. Образование, по сути, человек же всю жизнь учится. И важно, чтобы этот процесс был беспрерывным. Ну, то есть, вот наша сегодняшняя молодежь, которая отсюда, в том числе, выходит, и по всей стране, чтобы она для себя понимала, что постоянно надо быть в образовательном поиске себя. За достигнутые успехи в учебе и активную гражданскую позицию некоторые выпускники удостоены благодарности депутата. В Махачкалье в течение летнего сезона организованы ночные ярмарки, где представлены продукты питания по доступной цене. Торговля свежими фруктами и овощами с автотранспорта проходит каждую ночь с 22 до 6 утра на улице Батарая. Приобрести продукты жители и гости столицы могут напрямую от производителя, отметил замминистра сельского хозяйства Шарип Шарипов. Аграрий получает возможность на месте получить оплату за свою качественную продукцию. Во-вторых, и это очень важно, жители Махачкалы имеют возможность нашу экологически чистую прямо с полей приобрести по ценам от производителя. Сегодня дагестанские аграрии активно работают над наращиванием производства плодовощной продукции. И это у нас получается. И сегодняшнее решение, и такой шаг – это дополнительный стимул закладывать больше садов, расширять площади под овощами, делать то, что могут хорошо дагестанские овощеводы и садоводы. В Махачкале открылась хирургическая клиника 3Z. Основной специализацией здесь станут операции на катаракту. Для этого есть современное высокоточное оборудование и профессиональный медперсонал. В клинике имеется даже собственный банк искусственных хрусталиков, что значительно облегчает работу медиков. Подробнее в следующем материале. Хирургическое отделение открылось на базе диагностического центра 3Z. Он работает с 2020 года и за это время принял около 5000 пациентов. Здание центра изначально подбиралось с расчетом на будущее расширение. В соответствии с этим был сделан ремонт, полученный все необходимые лицезии, закупленное современное высокоточное оборудование экспертного уровня. Основной специализацией работы клиники 3Z в Махачкале станет хирургия катаракты. В 3Z есть собственный банк искусственных хрусталиков из более чем 35 вариантов. Получить нужную линзу можно в день операции без предварительного заказа и длительного ожидания. Операция проводят по принципу хирургии одного дня, без необходимости госпитализации. Сама процедура занимает 15 минут, проводится под местной капельной анестезией. Полчаса в комнате отдыха. После дополнительного осмотра пациент может ехать домой. До открытия хирургии в Махачкале пациенты 3Z, которым требовалось лечение катаракты, доставлялись бесплатным трансфером в клинику в Ясентуках. Открытие хирургической клиники в столице Дагестана значительно повысит доступность оказания медицинской помощи в регионе при высоком уровне сервиса 3Z. Сотрудниками отделения собственной безопасности Республиканского управления службы судебных приставов регулярно проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов совершения коррупционных действий как в отношении судебных приставов, так и сторон исполнительного производства. В связи с этим завтра с 9 до 13 часов в управление будет действовать горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Вы можете обратиться к специалистам с интересующими вас вопросами по телефону 670131. Сегодня в музее Махачкалы прошла презентация документального фильма «Год семьи Камиль Чутуев». Совместный выпуск музея и ГТРК «Дагестан». Герой передачи – семья Чутуевых. Камиль Чутуев – известный дагестанский фотограф, а Патимат – не только хранительница очага, но и его муза. Выпуск рассказывает об истории любви Камиля и Патимат, которые более 60 лет вместе. Музей Махачкалы в своих проектах не раз обращался к династии Чутуевых. Их фотоархивам и этот фильм – признание в любви нашим друзьям. Международный Олимпийский комитет повел себя неспортивно. В список допущенных к Олимпиаде 2024 российских спортсменов не вошли лучшие российские борцы, в том числе Абдул-Рашид Садулаев и Заур Угуев. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Миликов. «Причина совершенно очевидна», – отметил глава региона. «Проигрывать не любит никто, а с нашими борцами у них не было бы шансов. Абсолютно поддерживаю решение Федерации спортивной борьбы России, которая не приняла ни спортивный принцип отбора и отказалась от участия в Олимпиаде 2024», – отметил глава региона. Медийные звезды и известные спортсмены. Вечер красивого футбола прошел в минувшие выходные в столице нашей республики. На стадионе труд встретились лучшие игроки любительской футбольной лиги Дагестана с командой звезд «Саус Юнайтед», стремящуюся в медиа-лигу страны. Для болельщиков еще за полтора часа до начала матча была организована большая программа с участием приглашенных мировых звезд, в их числе Ислама Махачева, Забита, Магомед Шарипова и Хазбулы. «Все собранные с продажи билетов средства пойдут на благотворительность», – подчеркнул организатор акции Арзулум Султан Ахмедов. «Полгода назад я открыл медийную команду, начали сотрудничать с Тубой. Нужно было провести крутой ивент, чтобы он был и благотворительный, и медийный, так сказать. Решили сыграть вот эту игру. Цели всегда максимальные. Ну, чемпионами, наверное, с первого сезона тяжело, невозможно. Ну, то есть мы будем стремиться к максимальным результатам». «А от этого матча чего можно ожидать?» «От этого матча я надеюсь, что мы соберем большую сумму и сделаем хорошую благотворительную акцию». Матч получился не только богатым на голые эмоции, завершивший счетом 4-1 в пользу звезд любительской футбольной лиги Дагестана, но и плодотворным в плане благотворительности. С помощью зрителей и спонсоров удалось собрать более 500 тысяч рублей. Все собранные средства пойдут на строительство специализированного центра для детей с инвалидностью. Продолжаем выпуск. Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Цель этого мероприятия – повышение осведомленности населения о симптомах и способах лечения аллергии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аллергия страдает около 40% населения планеты. О аллергическом конъюнктивите – врач-окулист Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики Фатима Цунтаева. Аллергический конъюнктивит – это воспалительное поражение конъюнктивальной оболочки, спровоцированное аллергенами. Соболевание развивается у людей с характерной дисфункцией иммунной системы по отношению к некоторым веществам. Признаки аллергического конъюнктивита присутствуют у 15% людей на земном шаре. Острый или хронический конъюнктивит может проявляться разными симптомами, среди которых следующие. Покраснение и отечность слизистой и кожей век. Зудящее ощущение в глазу. Образование пузырьков или сосочков на конъюнктиве. Повышенное слезотечение. Зажмуривание глаз. Повышенная чувствительность к световому потоку. Заболевание может приводить к поражению роговицы и нарушать зрительную функцию. Аллергический конъюнктивит чаще всего развивается в возрасте 10 до 40 лет. Крайне редко такие заболевания встречаются у детей до 3 лет, что связано с незрелостью иммунной системы в этом периоде. Выделяют два вида аллергического конъюнктивита. Сезонный, на долю которого приходится около 95% случаев. И круглогодичный, симптомы которого наблюдаются в любое время года. Примерно 5% пациентов сталкиваются с такими заболеваниями. Диагностика конъюнктивита основывается на анализе жалоб, общий осмотр, также проводит кожные пробы с аллергенами. Лечение конъюнктивита в период обострения это исключит контакт с аллергеном, также проводит медикаментозное лечение, которое заключается в применении противовоспалительных препаратов, антигистаминные препараты, гормональная терапия, также аллерген-специммунотерапия. Профилактика. Исключит контакты с аллергенами, правильный уход за глазами, соблюдение правил гигиены, использование качественной подходящей косметики, соблюдение правил ношения контактных линз, носить солнцезащитные очки, исключит из рационных продуктов с перекрестным реагированием. Это был информационный выпуск «Вести Дагестана». Вела выпуск Бедернися Гусеянова, редактор Шерипа Чугина, звукооператор Салихат Морданова. Мы желаем доброго вечера и хороших новостей. Вы слушаете Радио России Дагестан.